Что ж, еще раз, дубль два, разрешите представиться. Меня зовут Кононова Анна, со мной рядом муж Кононов Антон. Мы являемся элитными директорами в статусе старших международных директоров, открытый статус и закрепленный статус международный директор. Старший международный директор – это 21 директорская веточка под нами сейчас растет и развивается. Если взять глобально, то под нами развивается сейчас более 100 директоров в различных рангах. Есть директора старшие национальные, есть директора, которые взяли быстрый старт, такие вот как Танюша Шалобродова, есть директора с очень широкой личной группой, такие как Ольга Дубяга, которые зарабатывают уже 100 тысяч рублей в месяц. И, конечно же, наша цель, во-первых, это не только создать свой товарооборот, это не только, как даже сказать, набрать команду, чтобы хорошо зарабатывать. Наша цель, самая главная цель нашей, цель проекта – это научить новичков расти так, чтобы они зарабатывали минимально 50-100 тысяч рублей. Конечно же, наша профессия – это официальная профессия, это легальная профессия, которая требует поначалу очень много сил, очень много вложений, но не материальных, то есть о ваших стараниях, то есть все это будет бесплатно происходить, но вначале мы много работаем, чтобы потом в итоге очень хорошо зарабатывать. Вот, в принципе, и вся суть сетевого бизнеса – это когда мы понимаем, как выгодно покупать у себя в интернет-магазине и как выгодно рассказывать о том, об этом другим своим людям. Очень хорошо, очень хорошо, Екатерина. И, конечно же, мы с Антоном работаем в сфере сетевого бизнеса уже 4 года. Год мы работали в другой сетевой компании, там нам было очень-очень сложно, очень тяжело, потому что был маленький узкий ассортимент. И когда я уже ушла совсем с сетевого, примерно где-то через месяц, через пару недель мне отписались и предложили регистрацию Фаберлик. Да, вот таким вот образом, да, то есть предложили регистрацию Фаберлик, и мы, рассмотрев широкий ассортимент, поняли, что тут поле для деятельности намного лучше, намного больше возможностей при широком ассортименте, и мы решили попробовать. Конечно же, за первый год своей работы, очень активной работы, мы работали по 6, по 12 часов, насколько хватало времени, потому что у нас было малышки на тот момент всего лишь годик. Но мы вышли на статус рубинового директора, это 4 директорские ветки под нами, и выплаты более чем... За год было около 800 тысяч. 800 тысяч в год мы зарабатывали, да, в первый год работы. А сколько это было в каталог? Где-то 100, да? Нет? Нет, 1060 сегодня. Да, тысяч... Ага, где-то около 60 тысяч мы вышли на выплату, вот, за год. И, конечно же, второй год работы, так как нам понравилось, так как нас окрыляла наша быстро растущая команда, вот, мы работали, конечно же, чисто только через интернет, и только в интернете, вы знаете, из дома не выходили, ничего не продавали, ничего никому не предлагали. То есть мы специализировались именно на поиске лидеров, которые хотят зарабатывать от 100 тысяч и выше, так как мы сами хотели это зарабатывать, и мы уже научились этому зарабатывать, да, то есть второй год нашей работы мы уже открыли в статусе элитного директора, и закрыли этот год в каком это мы статусе закрыли, я даже вспомнить сейчас не могу. И давайте сейчас мы через демонстрацию экрана покажем наш путь полностью, и расскажем вам, как мы выходили, на какие выплаты. Очень хотелось бы с вами поделиться, и пока грузится презентация, вот она пошла, у кого не видно, пожалуйста, перезайдите, потому что это очень важно, чтобы вы видели, чтобы вы понимали. Поставьте мне хотя бы пару плюсиков, что видно. У вас должен быть прям такой туннель из нас. Видно, да? Кому не видно, нажимайте клавишу F5, и вы все увидите. Конечно же, вот мой личный кабинет, я зашла под своим логином, паролем, и сейчас я зайду в раздел отчеты. И в разделе отчеты мы с вами видим, во-первых, акты конкретизации, и во-вторых, мы с вами видим информации по лицевому счету консультанта. Вот она у нас. Далеко сижу, мелко написано. Вот, и акт к договору на оказание услуг. Еще вот есть такая функция. Да, тут уже как бы мы подписываем акты и выбираем каталог. Ну, давайте с вами посмотрим. Сейчас у нас идет третий каталог, и нажмем посмотреть. Нажмем посмотреть. Вот такой вот мелкий актик. Сейчас я постараюсь увеличить. Замечательно, да? И как вы видите, компания Фаберлик вот такие договора каждый раз распечатывает. Да, то есть мы их распечатываем сами, подписываем, можем отправлять в компанию. Я на данный момент сейчас пользуюсь электронно-цифровой печатью для того, чтобы с этими бумажками не бегать. То есть все очень удобно. Получаю я денежки на расчетный счет в банке. И наша последняя выплата – это 427 312 рублей 75 копеечек за последние три недели. Это все белый доход, ни копеечки вы не сможете не скрыть. Никаких перечислений на Яндекс кошелечков, кошельки. То есть никаких перечислений на Яндекс деньги. Только белый доход, только через расчетный счет в банке. Это, конечно, нужно понимать. Это нужно оценить в первую очередь. То, что ваш доход будет белый. И сейчас, кстати, банки начали блокировать мастеров маникюра, еще что-то. Люди, которые собирают деньги на свою карточку нелегально, зарабатывают деньги нелегально. Их счета морозят. И не дают им дальше развиваться, дальше снимать денежку, потому что они не могут предоставить договор. Мы же всегда можем предоставить договор об оказании услуг. Договор, который мы заключили с компанией Фаберлик. Договор, по которому у нас идет стаж, как УИП. И все налоги, 6% по упрощенной системе налогообложения мы, конечно же, выплачиваем. И это очень-очень важно понимать. Итак, сейчас мы с вами распечатаем лицевой счет консультанта. Я надеюсь, меня видно и слышно. Так, лицевой счет консультанта. Нажимаем «Посмотреть». И вот он, мой лицевой счет консультанта. Как вы видите, дата моей регистрации в компанию Фаберлик – 26.11.2014 год. То есть мы 3 года с хвостиком уже сотрудничаем с компанией Фаберлик. Вот, и звание по квалификационному бонусу, то есть подтвержденное звание – это международный директор. Конечно же, наш путь начинался, вот если я нажму до 01.01, да, то есть наш путь начинался как раз-таки в компании 16, далекого 2014 года. И свою первую выплату я получила уже в третьем каталоге в размере 622 русских рубля. Потом, значит, как вы видите, я открыла статус директора. Это за 5 месяцев активной работы. О, нет, минутку. Вот, да, 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 я открыла статус директора. Это 5 месяцев активной работы и уже зарабатывала 31 тысячу рублей. Вот вы представляете, всего какие-то 5 месяцев и я зарабатывала тысячу рублей. На серьезный доход, который нам позволял жить дома, оплачивать коммунальные услуги, мы вышли на 2 каталога раньше. Как вы видите, 17 тысяч раз в 3 недели – это довольно-таки уже симпатичная сумма. Это сколько мы получаем? 25 тысяч, если 17 тысяч каталог, то это примерно 25 тысяч рублей в месяц. Да, это 25 тысяч рублей в месяц. И получается, мы вышли за 1, 2, 3, 4. Мы вышли за 4, за 5 каталогов. Это 3, 3,5 месяца работы, да, 3,5 месяца работы. Вот, уже мы зарабатывали 17 тысяч русских рублей. Конечно же, за эти деньги мы очень много работали и нам казалось, что это мало. Поэтому мы удвоили свои силы. Муж уже, когда я смогла открыть старшего директора и зарабатывала 36 тысяч, уволился с работы по найму и перешел уже работать вместе со мной. И там, конечно же, мы вдвоем. Я проводила вебинары через день. А Антон сел именно за рекрутинг и взял все в свои мужские руки. И, конечно же, он отпустил меня полностью развивать бренд и начал рекрутировать. И вот путь, день за днем, каталог за каталогом. Мы открывали, открывали, открывали новые, новые статусы. И, конечно же, пришли вот к таким вот выплатам. Наша последняя выплата 428 тысяч. До этого было 427. Да, то есть тут вот, как вы видите, есть миллион девятьсот. Это единовременная премия за подтверждение статуса международного директора. То есть полтора миллиона плюс моя ежекаталожная выплата. Это серьезные деньги. Это большие деньги. И, конечно, чтобы работать за такие деньги, вы должны прийти в компанию «Фаберлик» без столики сомнения. И взяться сразу же за рекрутинг, взяться сразу же за просмотр вебинаров, за обучение. Чтобы у вас все уже получалось, чтобы вы шли серьезно. На проекте «Фаберлик Онлайн» очень серьезное поставленное обучение. Татьяна Шалабродова, кстати, его разрабатывала вместе с основателями проекта. И поэтому вы сейчас пришли, в принципе, к очень надежному лидеру, который планирует статус бриллиантового директора в ближайшие, в короткие сроки. Поэтому, конечно же, я верю в Танюшу. Я верю в тех, кто еще не присоединился в компанию «Фаберлик». И понимаю, что зарегистрироваться и начать работать может каждый. Но как вы будете вкладываться, с какой серьезностью вы подойдете к этому бизнесу, это уже, конечно, ваше дело. И что хочется сказать. Самое главное, это хочется сказать про белый доход, абсолютно белый доход, полностью прозрачный доход. Во-вторых, вы будете работать полностью дома, без начальника, понедельника и будильника. В-третьих, вы будете подключены к чату, где круглосуточная поддержка, и вы можете задавать любой вопрос. То есть вы будете подключены к чату, где вас будут обучать всем акциям, всем программам, потому что компания «Фаберлик» тоже простилает отличные условия для старта новичков, простилает ровный путь, ровную дорогу. И таким вот образом мы на данный момент работаем, мы на данный момент зарабатываем, полностью зарабатываем дома, на дому, никуда не ездим. Ездим только на чек, за чеками, только на форумы, только за наградами. И что еще хочется вам рассказать, это то, что за три года активной работы мы купили две квартиры, сделали в них замечательные ремонты, полностью вся встроенная мебель. То есть просто съездили в разные страны мира отдохнуть за счет компании. Мы ездили в Шри-Ланку, мы ездили в Доминикану и уже выполнили поездку на Бали, которая будет этой осенью. И, конечно же, я всем желаю такой жизни, я всем желаю начать свой путь как новички, и всем желаю развиваться именно в компании «Фаберлик», потому что какие бы ни были условия, маркетинг-планы и так далее, самое классное, самое легкое – это расти на отличном широченном ассортименте с хорошими акциями, с хорошими выплатами и с хорошими чековыми премиями. Только в премиях, если посмотреть, только премиями мы сейчас собрали, то есть это бонус развития у нас идет. Это тоже одна из премий от компании «Фаберлик». А вот квалификационные бонусы, которые перечисляла нам компания «Фаберлик» за время нашей работы. Смотрите, первый наш бонус мы получили за статус директора, и наша зарплата на тот момент была уже не 56 тысяч, а 100 тысяч рублей. Второй бонус мы получили за статус старшего директора. Третий бонус мы уже получили за серебряного и золотого директора суммарно, и наша выплата уже была, да, то есть как бы вот смотрите, каждые три недели 100, 100, 123, 405, 138, да, вот посмотрите, да. Потом, значит, мы подтвердили рубинового директора, да, то есть открыли и 8 каталогов подряд держались на этом звании и получили дополнительную премию от компании «Фаберлик» в размере 220 тысяч русских рублей. И тогда вот мы поняли, что такое зарабатывать почти полмиллиона рублей в месяц. Вот тогда мы это поняли. Далее, конечно же, статус бриллиантового директора, и мы получили бонус 300 тысяч рублей, вот выплаты суммарно. 514 тысяч рублей, это полмиллиона, и мы вообще тогда были в таком-таком шоке. Всем желаю испытать такой шок, причем… И банк запрессил тогда первый раз акт договора и акт конкретизации. Да, то есть нам заморозили как раз счет, и мы пересылали им акт договора, акт конкретизации, все, и нам вот счет разморозили. Мы сидели без денег, у нас было полмиллиона на счету, но мы не могли их взять. Тоже было очень смешно вот это все вспоминать, очень интересно. И на счет этого я могу вас предупредить в плане того, что не доверяете тем фирмам, которые платят без договора. Почему? Потому что это отмывание денег. То есть вас могут по законодательству уже за это. И сейчас идет тенденция к тому, что именно Сбербанк уже начинает блокировать счета тех, которые они могут предоставить. И идут те по статье, если не докажут то, что они действительно зарабатывают, и действительно получают за свой труд, и отчисляют налоги. Официально, да, что они честные налогоплательщики. Вот в этом вот плане, да. Далее, смотрите, подтверждение статуса элитного директора, подтверждение статуса национального директора, и подтверждение статуса старшего национального директора. Вот как раз на эту премию мы купили свою вторую квартиру, и мы очень счастливы, мы ее купили, мы ее полностью обставили. Вот, далее, значит, у нас премия была бонус развития. Сейчас бонус развития мы полностью тратим на поездку нашей новоиспеченной команды в статусе нового открытого директора в разные страны мира. Да, то есть в этом году мы на бонус развития оплачиваем нашим новоиспеченным директорам поездку в Турцию в пятизвездочный отель. Вот, далее, значит, статус старший национальный директор. Это моя крайняя премия. Жду еще старший международный обязательно директор. Вот, и, конечно же, премия уже полтора миллиона, и вот таким вот образом мы и зарабатываем. Вот. Да, для меня это тоже было, честно слово, очень удивительно. Очень удивительно. Почему? Потому что, если честно, я не понимала никогда, что на самом деле передо мной может быть целый мир, что я могу путешествовать, где хочу. Буквально сколько дней назад мы вернулись из Таиланда? Месяц прошел? Месяц, полтора месяца. Да, полтора месяца назад мы буквально вернулись из Таиланда, отдыхали там 16 дней. Дочка у нас ходит в хороший платный центр развития. То есть старшая дочка у нас учится на фотовидеографе, и у нее самые последние модели техники, ноутбуков, профессионально. Она занимается преподавателем. Конечно, это очень хорошо, что мы живем ради себя, ради детей. И, конечно же, стартануть в сетевом маркетинге нас заставило кое-что, что вы сейчас, может быть, и засмеетесь, но у нас пошли пени на кредит. У нас было взято несколько кредитов. Получилась такая неразбериха, что я, во-первых, родила, я ушла с работы, я сидела дома по уходу за малышкой. Моей Викусе сейчас на данный момент уже 4 годика, 4,5. И старшая дочка тогда училась еще не в колледже, она тогда училась еще в школе. И главным нашим кормильцем, конечно же, был Антон. И он увольнялся с одной работы, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу, потому что я работала до этого продавцом в магазине, мне хватало зарплаты, я колымела и все, я была администратором. Но когда я ушла в декрет, то я получала менее 8 тысяч ежемесячно, получала. И, конечно же, этого нам не хватало. И Антохина зарплата в 25 тоже нас уже перестала устраивать. И он уволился с работы, с нормальной, хорошей, надежной работы, где есть 13-я зарплата, где есть все, да, как бы, как этот завод-то назывался? АВИТЕК. АВИТЕК, да, военный завод АВИТЕК в Кирове. И вот вы представляете, его не взяли на новую работу, потому что взяли кого-то там своего. Когда он пришел устраиваться назад, получилась такая ситуация, что и там его место уже было занято. И тогда мы поняли, что такое пение на кредит, тогда мы поняли, что такое голод, когда мы поняли, что такое дети едят хлеб, а мы только смотрим на это, да. То есть тогда нас коснулось такое тяжелое время, и вот оно нам и выдало, простите за сленг, но я человек простой, с глубинки, я жила раньше в поселке с населением 8 тысяч, и тогда нам жизнь выдала такой смачный, огромный пенделини-активити, как я его называю. И я очень благодарна сейчас судьбе. Когда-то я с ужасом понимала, что нам нечем платить кредит, что у нас пошли пени на кредит, что мы не платим за квартиру, что у нас дети просто ходят и выпрашивают фрукты у бабушек, чтобы бабушки им что-то купили. Да, сейчас как бы мы, вспоминая это время, мы поняли, что если бы мы не были в такой сложной ситуации, может быть, мы бы так много не работали, и может быть, мы бы сейчас не были бы в таком статусе. Конечно, приятно быть в статусе номер один в компании «Фаберлик», конечно, приятно быть самыми быстрорастущими лидерами. Все это, конечно, здорово и классно, но наша сейчас задача – это чтобы наша команда смогла нас повторить. И мы очень много вкладываемся в обучение, в проведение вебинаров, в полной готовой системе роста для каждого человека. Вот даже если вы не умеете печатать на клавиатуре, мы вас даже этому будем учить, мы даже этому вас будем обучать, для того, чтобы у вас все получалось, и вы бы спокойно влились в наш коллектив, в нашу дружную международную команду. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы? По налогообложению мы еще хотели рассказать. По налогообложению, в принципе, все просто. То есть мы платим не больше 6% налогов. Что вам скажут? То есть 6%. На простой работе, как вы знаете, по доходу налог берут 13%. То есть, но здесь, да, вот за прошлый год у нас доход составил 10,5 миллионов рублей. То есть, конечно, было, давай посмотрели, сколько налогового числятся. То есть порядка 600 с лишним тысяч. Только налога. Банк на самом деле нужно выбирать самому. С каким банком вы хотите сотрудничать. Когда мы открывали договор на ИП, мы сначала обратились в Бирбанк, там были бешеные цены на обслуживание, и мы ушли в наш вятка банк, там цены на обслуживание реально в 5 раз дешевле. Налог, смотрите, сейчас есть банки, которые, в принципе, идут на уступки, и они высчитывают вам налог. То есть у нас этого нету, мы сами высчитываем. Но вот, насколько я знаю, в Тинькове сейчас, на данный момент, есть такая функция, тебе почти доход, сколько надо заплатить, и ты только нажимаешь кнопочку оплатить. Да, да. У нас вятка банк еще до такого не дошел. Киров маленький город, население 350 или 400 тысяч, и еще пока не дошли наши банки до таких условий, как, допустим, в больших городах-миллионниках, где хорошая конкуренция между банками, да, и они стараются предоставить как бы вот намного лучше условия, чем вот, да. И нам вот на данный момент мы, как работающие дома, мы платим весь год просто поквартально налоги, в пенсионные платим, в ФОМС платим, но это все высчитывается из налога 6%, вычитается. То есть, а разницу мы уже платим в налоговые, то, что минусом, за минусом. Что еще хотел сказать? Единственное, когда мы выезжаем, это все-таки сдать декларацию, то есть заполнять декларацию. Ну, буквально, если вы сами не хотите, есть бухгалтера, которые занимаются декларациями. Вы можете просто свой доход посчитать поквартально, отдать этому бухгалтеру, он вам за 200-300 рублей сделает декларацию так, как надо. И все. То есть, и просто едете в свою налоговую и отдаете декларацию. Да, да, мы сейчас так делаем, неохота все это писать, думать, они сами составляют. Самое главное, что мы поддерживаем сейчас своих любимых пенсионеров, самых главных пенсионеров, это моих родителей и родителей Антона. Сейчас, на данный момент, мы просим, чтобы папа у Антона, так как он начал болеть, у него нашли кучу заболеваний всяких разных, да, то мы просим его уволиться. И так как он зарабатывает на своем заводе 20 тысяч, мы будем ему переводить эти деньги, чтобы он уже спокойно занялся лечением, хождением по, как даже сказать, по больнице. И на данный момент мы им ищем комнату в Кирове, не комнату, а квартиру. Квартиру однокомнатную, хорошую, чтобы была большая кухня в Кирове, для того, чтобы они переехали к нам поближе, потому что у нас тут рядом есть очень хорошая профессиональная платная клиника, в которую мы хотим его отправить на полное дообследование. Поэтому у нас сейчас самое главное – это наши любимые пенсионеры. так, отвечаем Инстаграм. Да, запись будет. Ну что, дорогие зрители, есть ли у вас еще вопросы, потому что мы готовы ответить на все вопросы. Да, вы знаете, для меня это была гордость, когда я маме, которая в меня не верила, купила первый раз такой большой-большой здоровый телевизор. Вот, и мы его пытались прикрутить, что-то там у нас не получилось, то ли дрель, то ли что сломалось. Потом папа повесил сам, ей телевизор приехал. Вот, и она уже смотрела большой-большой телевизор, потом сказали, надо менять газовую плиту. Мама села, поникла, говорит, Боже мой, где я возьму деньги? А я вот так вот раз и все. Плиту привезли, постановили, установили. В этот же день все, все шланги поменяли. И, конечно же, это очень важно, уметь помочь своим родителям. То есть вот тут недавно мы сняли с поезда свекровь. Она приехала от старшего сына, из Кызыла. И вы представляете, была такая ситуация, что она сидит вся в слезах, у нее чуть ли не истерика, мы понять не можем, что случилось. Она показывает на сапоги, у нее два разных сапога. Боже мой, ее сапог ночью кто-то одел другой, когда выходил. То есть она приехала в одном своем, в другом чужом. Мы съездили тут же, в этот же день, купили хорошие натуральные сапоги, и чтобы она не переживала. Были ли сомнения в начале? Сомнений было очень много. Очень сложно встать на ноги после падения морального из другой компании. Тут я могу жаловаться бесконечно, потому что сомнения были, во-первых. Почему? Потому что я заколебала всю родню. Я пыталась продавать много в другой компании, еще, еще, еще. И я вот, честно слово, не буду скрывать, я заколебала всю родню. И когда я пришла в Фаберлик, и показала им каталог Фаберлик, да, просто вот близким родственникам, потому что я решила, что продавать я не буду, то самое интересное, то, что они сказали, опять, вали оттуда, как ты, вы знаете, я столько всего наслушалась, но я, вы знаете, вот внутри чувствовала, что это мое, что мне это надо. Да, то есть, ну, что я попробовала из продукции немножечко, да, то есть, купила пару кофточек старшей дочери, пару кофточек младшей дочери я купила, купила порошок, конечно же, средства для мытья посуды, вот это вот все купила, попробовала, мне понравилось. И когда у меня, у ребенка прошла аллергия, для меня это был показатель. показатель, потому что мы все время сидели и на всяких средствах от аллергии. Спасибо, Анечка, Антон, вы пример для подражания и для молодежи, и для всех возрастов. Да, на самом деле, у нас сейчас дочка наша, ей скоро 18 лет, она пока не открыла ИП, но она уже открытый старший директор компании Фаберлик, и уже хорошо зарабатывает свои 30-40 тысяч. И закрытый директор. Да, она подтвердила статус директора, и сейчас она находится в открытом статусе директора. Поэтому мы с удовольствием, с удовольствием всех, кто вот вчера, допустим, мы организовывали, когда форум в Кирове, то я зарегистрировала диджея, которые будут проводить этот форум. Да, то есть мы уже, как сказать, мы уже так уверены в том, что мы несем людям только пользу этим бизнесом, и мы на самом деле несем пользу в бизнес. Почему? Потому что каждый, кто с нами общается, сможет стать успешным, сможет стать богатым, сможет хорошо зарабатывать, сможет с нами ездить в разные страны мира. И, конечно же, было бы неплохо, если бы этот диджей путешествовал вместе с нами и организовывал бы нам всякие мероприятия. Почему бы нет? Ему директорство, а нам польза, что у нас есть свой вот такой крутой человек на проекте. Вот таким вот образом. Во вкладке вопроса вопросиков я не вижу. Я обещала занять у вас не более получаса, поэтому мое время вышло, но я никуда не тороплюсь. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы, буду очень рада на них ответить, буду очень рада вас проинформировать на любую тему. От себя же могу сказать, что в начале бизнес вам может и показаться сложно, но это только кажется. Потому что, когда вы увидите, как растете вы, как растет ваша команда, вас самих, как даже сказать, вас самих возьмет вот это вот, да, волна успеха и понесет за собой. И вы почувствуете, что такое зарабатывать дома, вы почувствуете, что такое не плясать, да, под дудочку начальства, вы поймете, как это здорово. И я уверена, что всем до единого понравится зарабатывать дома через интернет. Единственная преграда, когда вот ко мне, допустим, приходят новички, они сразу спрашивают, а если милиция узнает, да, или там если кто-то узнает, что я работаю в Фаберлик, меня посадят, я так сначала удивлялась таким вопросом, но на самом деле большинство не знает, что у нас доход белый. Вот это важно понимать, что мы работаем легально, что у нас нет никаких сомнений и нет никаких преград, да, то есть мы не пирамида, мы работаем официально, легально, да, то есть мы там не торгуем площадками и прочей чушью выдуманной. Рекомендации в начале пути, это, конечно, очень много обучаться, очень много развиваться и, конечно, верить в себя, в компанию и в проект. И обращать внимание на результаты наши, на результаты нашей команды, на результаты нашего проекта, для того, чтобы видеть, что такие же люди обычные, как вы, как мы, выбились в успех и сейчас находятся на плаву и очень хорошо зарабатывают прямо из дома. Я могу от себя рассказать. Именно, чтобы не было сомнений, нужно занять свое время так, чтобы не было времени на раздумие. То есть, если у вас есть время думать на то, что получится, не получится, то лучше всего начать и занять это время чем-то полезным. Да, на самом деле. У нас тоже были сомнения, когда мы на директоре были, потому что родственники вносили свое, как говорится, то, что они говорили нам, даже на старшем директоре. Но когда уже мы вышли на рубинового директора, с золотого рубинового директора, то там уже у нас никаких сомнений не было, то, что мы идем в правильном направлении. И просто нужно, именно чем активнее вы построите свою структуру, чем активнее вы будете расти, тем за вами будут тянуться ваши люди. То есть, ваша задача быстрее вырасти и научить своих людей также расти в компании. Передать, чтобы они смогли это передать друг другу. Аня, я понимаю, что в чате пути, в начале пути вы много работали, как вы занимались домашними делами, ваш график. Ну, конечно, я скрывать не буду. Было такое, что оставляло мужа голодным, но мы... Как получится. Да, как получится. Как получится, первым делом нужно сделать самое необходимое, потом как получится. Конечно, ходить с ребенком на прививки, на приемы, на коврачу, это, конечно, самое святое. У ребенка всегда был сварен супик, всегда была сварена кашка, но, сами понимаете, это полчаса в день. Поставили кашу, поставили суп, поставили мяско, все это сварили, все это отрегулировали. То есть, все это здорово и классно. Не скрою, что у меня есть старшая дочка, которая особо мне не помогала, конечно, она училась, она работала, но по выходным она хорошо и много готовила. Она могла приготовить большую супку мисо, большую кастрюлю, да, там, допустим, рожки с котлетами могла нажарить, да, могла сварить борщ, там, рассольник, еще что-то. И нам хватало аж, вот она, в воскресенье сварить, да, и мы еще в понедельник это кушали, да, то есть, ну, всяко-разно выходили из ситуации, да, то есть, я, допустим, запускала белье и просила Катюшу повесить. Или Антоха одевал Вику, да, ну, если было холодно, но в лице Антоха одевал Вику, они вместе его вешали, пока я проводила вебинар. У нас был один компьютер на двоих, поэтому тот, кто работал за компьютером, да, тот уже работал, а тот, кто не работал, тот быстренько успевал сделать те домашние дела, которые он хотел сделать. Вот, как бы, вот таким вот образом, да, то есть, потом, когда Антон уволился, мы с премии, вот с первой премии сходили и купили себе ноутбук. Я работала на кухне за ноутбуком, Антон работал за компьютером с ноутбуком. И понятно, что мы просто открывали двери, и Викуська бегала от нас туда-сюда, где-то я с ней поиграю, где-то Антон с ней поиграет, да, то есть, как бы, а потом мы уже с какого-то уровня мы уже пригласили няню на работу, и она у нас работала... Два года назад. Да, два года назад она у нас начала работать графиком пять на два, потому что у нас начались поездки. Эту няню я очень долго переманивала, потому что она шесть лет работала в садике, и я знала, что у неё много-много терпения. Вот, сейчас на данный момент у нас работают две няни с восьми утра до восьми вечером с графиком два на два, и, конечно же, домработница. Работая домработница, Анюта, мы её очень любим, мы её так не называем, вот, она уже полностью следит за чистотой в семье и так далее. Я уже домашними делами год как-то не занимаюсь вообще. То есть, у меня много путешествий, я должна быть красивой, я должна ходить в салоны, да, то есть, и всё такое прочее. Я очень много езжу, поэтому, конечно, да, на данный момент я уже, как бы вот в начале пути ему выходили всякое. И, конечно, Антошка, он у меня основный мужчина, он не кричал из-за того, что там где-то игрушки раскиданы, где-то что-то, да, то есть, я собирала игрушки все раз в неделю, я их замачивала в ванной, нашим порошком, всё это промывала по-хорошему, мягкие развешивала, эти всё сортировала, то есть, у меня не было проблем с домашними делами, потому что мне помогали, мне помогали. Вывод, да, находить время и пахать, если вам хочется в своей семье повернуть свою семью в сторону успеха, то, конечно, это будет зависеть всё от вас. Здесь с опытом и без опыта, здесь... Опыт не нужен. ...проект не нужен, всё зависит от внутренних амбиций человека, чего он хочет достичь, какого уровня заработка и в какой срок. Тут ещё, конечно, нужно подумать над тем, что проект Фаберлик Онлайн полностью создаёт для вас всю систему роста. Полностью. Вы регистрируетесь, вы проходите 11 заданий, вы уже становитесь уверенным пользователем ПК вместе с нами. То есть, и всё это предоставляется бесплатно. Компания Фаберлик для вас приготовила полгода подарков, за полгода вы можете собрать более 300 подарков. И то же самое положено вашим новичкам. И если вы им это расскажете, то они будут знать про эти подарки. И у вас очень будет хорошо и качественно организовываться вот именно вот этот вот товарооборот, за который как раз-таки компания Фаберлик и платит. Так ведь? Поэтому также на... в компании Фаберлик есть программа «Быстрый старт», которую взяла это же Татьяна Шалобродова, это же вот Валентина Щенникова. Это быстро растущие директора, которые получили премию в размере дополнительных 55 тысяч русских рублей. То есть они вместо 55 тысяч они получили 110, их премия умножилась на 2, да, то есть потому что они быстро выросли. Если вы за полгода открываете директора, вы сможете получить премию 110 тысяч. Если пришел мужчина, как ему работать, Антон? Можешь вкратце рассказать? Ну, мужчинам больше интересуют деньги. Ему нужно показать именно деньги. Не нужно показывать, что нужно вот ты закажешь это, это, это. Нужно сказать, ты ежедневно делаешь заказы на такую-то сумму, ежекаталожно, на такую сумму для того, чтобы получать зарплату. То есть ему нужно показать именно это в деньгах. То есть и сколько ты сможешь получать. Обрисовать ему, например, при каких действиях ты сможешь получать вот такой-то доход. При каких действиях ты можешь получать какой-то доход. И все, в принципе. Вопрос с Инстаграма здесь задали. Как мы начинали работать? Мы начинали и сейчас работаем, в принципе, 99,9% это онлайн. То есть мы не работаем оффлайн, да. Вот с кем-то зайдет разговор, например, с таксистом или там с продавцом в продавцовом магазине. Да, мы зовем, да, люди регистрируются, но в основном мы все в интернете. Ты не влазишь в экран. Аня, скажите, у меня муж против того, чтобы я занималась в Аберлик. Как его переубедить? Слушай, а как это я тебя переубедила? Ну, ваша задача просто показать ему деньги. Или, во-первых, сначала против, не против, просто сказать ему, дай мне полгода для того, чтобы я доказала тебе, что я могу и то, что я здесь начну зарабатывать. И в эти полгода вы должны активно работать. То есть, чем активнее, тем лучше. Он видит, что вы зарабатываете, он вам разрешит. Это многие пришли через это, то есть, директора, которые сейчас их мужья не запрещают, даже некоторые подпины, вот хоть сами не работают. Да, да. Есть такое, да, вот сейчас даже на фотографии Анюта Томась, как даже сказать, это как со стороны зрителя, так же, как у нас, ведь, да? Да. Да, это получается справа налево, если брать, то первое, это Аня Томась, серебряный директор, вот как раз у нее был против муж, потом, значит, идет директор, потом Ирина Николаева, тоже серебряный директор, я, вот, моя сестра родная, Татьяна Лебедева, старший директор, и Ириночка Тихонова, она тоже идет как старший директор, это мы все на асамбле, ой, серебряный, серебряный, вот, Ириночка Тихонова, серебряный директор тоже, да, и вот как, видите, сколько директоров, что я уже путаюсь, божечки ты мой, вот, и я хочу сказать, что доход у всех может быть разный, да, кто-то растет быстро, кто-то растет медленно, если у вас нет возможности торопиться, или вы сочетаете бизнес не с тем, что вы мама в декрете, а с тем, что вы работаете на работе по найму, пока что, да, можно сочетать с работой по найму этот бизнес, потому что у нас есть круглосуточно обслуживаемая система чатов, в котором можно задавать любые вопросы, вы зарегистрировали новичка, вы ему рассказали про вебинары, вы ему открыли пару заданий, вы его добавили в чат, и если что-то новичку непонятно, и вы на данный момент находитесь на работе, с которой еще пока не уволились, то вы легко и просто, вы легко и просто можете ему сказать, пиши в чат, не стесняйся, пока меня нет, твоя работа не должна стоять, развивайся, да, то есть, вот это тоже очень ценно, очень ценно работа в команде, вот, скажите, пожалуйста, ценно ли вам была информация, все ли вам понравилось, все ли вам понятно, потому что мне это очень-очень интересно, я в сетевом бизнесе уже три года, и давно-давно не стояла на месте новичка, и, конечно, мне хочется узнать, все ли понятно, я объяснила своими словами. Все, всем пока-пока, у нас нянечка одна уходит. Да, у нянечки закончилась смена, поэтому Антошу я отпускаю водиться с дочечкой. Как раз до восьми вечера она работает. все хорошо, да? Ну, спасибо, конечно, вам огромное, и впоследствии хочу вам показать, как компания презентует, как компания награждает людей. За каждый статус я получаю даже в подарок золотые значки с бриллиантами, и это просто круто, поэтому я вам сейчас хочу показать, как чествуют наших лидеров на сцене, и как это приятно и трогательно до слез. Конечно, это любительское видео, да, то есть оно снято на обычный телефон, ну, как на обычный, на Самсунг восьмой он снят, но все равно как бы снимала меня мой старший национальный директор Светлана Спиридонова, мы с ним вместе ездили, она мне вот сделала подарок, сняла такой вот для меня съемку, как меня награждали. Вот, ну что ж, вам приятного просмотра, спасибо вам огромное за внимание, конечно же, регистрироваться в компанию Фаберлик нужно и возможно, и если у вас что-то не получится, ничего страшного, вы можете легко отказаться от своей цели, и можете легко не менять свой привычный образ жизни, да, а вдруг, когда вы попробуете, да, вы будете зарабатывать 100, 200, 300, а может быть, как бы мы, 600 тысяч в месяц, откуда вы знаете, что получится, если вы не придете в компанию Фаберлик и не зарегистрируетесь и не попробуете систему роста изнутри. Ну что ж, всем пока-пока, спасибо за внимание, еще раз с вами прощаюсь и включаю клип. Они начали свой путь в 2014 году. А уже через 14 периодов закрыли статус директора и старшего директора. В 2016 году они движутся от одного звоня к другому. Серебряный и золотой директор, рубиновый директор, бриллиантовый директор, элитный директор. В 2017 год они начинают в звании национальный директор. В 3-м периоде 2017 года звание старшего национального директора получают Анна и Антон Кованановы. Это путь достойный подражания. Это скорость настоящего развития. Это бизнес на волне успеха. И впереди их ждут новые горизонты. Соберник, моя модная волна. Для разограждения новых старших национальных директоров мы приглашаем вице-президента компании Владислава Дованкова. И так, встречайте новые, старшие национальные Анна и Антон Кононовы. Это тот восторг, когда встает весь зал 5000 человек. Это просто не писать словами. Аккулян Спасибо. И давайте посмотрим на их конкретные результаты. Здесь вот они одни, вы сейчас их видите. Каждый период присоединялось в среднем 184 новичка. Природ группового объема баллов составил почти 130%. И я могу вам сказать, что это самый высокий результат среди всех новых званий на сегодня. Общее число директоров в каждый период было 43, и в том числе появлялось 4 новых директора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...